ПТРК «Конкурс» предназначался для поражения современной бронетанковой техники, других бронированных целей противника, подвижных и неподвижных, разрушения фортификационных укреплений, уничтожения огневых средств и точек на удаление до 4 км. Состав самоходного комплекса. На боевой машине 9П-148. Боевая машина 9П-148 на базе БРДМ-2. ПТУР-9М-113 или 9М-113 и 9М-111М. Выносная пусковая установка 9П-135М. На 6 боевых машин, противотанковый взвод, положена одна контрольно-проверочная машина 9В-871. На боевой машине БТР-РД «Робот». Боевая машина на базе БТР-РД. ПТУР-9М-113 и ПТУР-9М-111М. Две выносных пусковых установки 9П-135М1. Состав переносного комплекса. Переносная пусковая установка 9П-135М. Вьюг номер 1 массой 22,5 кг. Две ПТУР-9М-113 в ТПК. Противотанковая управляемая ракета 9М-113. Снаряд 9М-113 скомпонован по аэродинамической схеме «Утка», а аэродинамические рули размещены впереди центра тяжести снаряда. Управляющая сила, обеспечивающая манёвр снаряда, создаётся за счёт поворота аэродинамических рулей. В целях стабилизации на траектории снаряд в полёте вращается. Вращение снаряда в полёте обеспечивается лопастями и соплами, установленными под углами 2 градуса и 9 градусов соответственно к продольной оси снаряда. Система управления снарядом в полёте полуавтоматическая с передачей команд на снаряд по проводам. Принцип полуавтоматического. Управление заключается в том, что оператор с момента вылета снаряда из контейнера до момента поражения цели удерживает перекрёстие сетки оптического визира на цели, при этом снаряд автоматически удерживается на линии визирования. Местонахождение снаряда определяется по инфракрасному излучению лампы фары. Бортовая аппаратура управления состоит из катушки, проводной линии связи, блока управления, координатора, блока рулевого привода и лампы фары. Вся аппаратура размещена в аппаратурном отсеке, за исключением блока рулевого привода, расположенного в головной части снаряда. Координатор 9Б61 представляет собой гироскоп с тремя степенями свободы, который обеспечивает согласование команд управления, вырабатываемых наземной аппаратурой управления в системе координат пускового устройства с системой координат вращающегося снаряда. Блок рулевого привода предназначен для управления снарядом в полёте по курсу и тангажу с помощью аэродинамических рулей. Он представляет собой электромагнитный механизм с поворотными якорями, на которых установлены аэродинамические рули. Лампа фара является электрическим источником инфракрасного светового излучения и предназначена для определения положения снаряда относительно линии визирования. Она расположена в аппаратурном отсеке в каркасе катушки проводной линии связи. Снаряд 9М113 имеет кумулятивную боевую часть 9Н131, которая выполнена в виде боевого отсека, расположенного между блоком рулевого привода и разгонно-маршевой двигательной установкой, и состоит из корпуса кумулятивного заряда и предохранительно-детонирующего механизма. Дальность стрельбы 75-4000 метров. Боевая часть 9Н131 кумулятивная, массой 2,7 кг. Бронепробиваемость 250 мм при 60 градусах, 560 мм при 90 градусах. Система управления полуавтоматическая по проводам. Вероятность попадания 0,9. Скорость полёта средняя 208 м в секунду, максимальная 250 м в секунду. Время полёта на максимальную дальность 20 секунд. Масса ракеты 14,58 кг. ТПК с ракетой 25,3 кг. Размеры ракеты. Калибр 135 мм. Длина 1165 мм. Размах крыла 468 мм. Размеры ТПК. Длина 1263 мм. Ширина 188 мм. Высота 230 мм. Боевая машина 9П-148. Для ПТРК на базе БРДМ 2 была создана боевая машина 9П-148. На П. У боевой машины находятся 5 контейнеров со снарядами 9М-113. Всего же возимый боекомплект составляет 20 ракет, 10 ракет 9М-113 и 10 ракет 9М-111М или 15 ракет 9М-113. Пакет направляющих может подзаряжаться боекомплектом расчётом в 2 человека без выхода из-за брони. Загрузка машины полным боекомплектом ракет 9М-113 продолжается 15 минут. После пуска стрелянный контейнер автоматически сбрасывается. В комплектацию машины входит выносная пусковая установка типа 9П-135, которая вместе с боекомплектом может выноситься из боевой машины и использоваться независимо от неё. Прицел и наземная аппаратура управления являются едиными для использования в вазимом и выносном вариантах. Конструкция приводов наведения боевой машины 9П-148 позволяет вести огонь по низколетящим малоскоростным самолётам и вертолётам, а также стрельбу на плаву по целям на берегу при форсировании водных преград. Угол горизонтального наведения 20 градусов. Скорострельность на максимальную дальность 2-3 выстрелов в минуту. Расчёт боевой машины 2 человека. База – БРДМ-2. Колесная формула – 8 на 8. Число ракет на П. У – 5. Время. Перехода в боевое положение – 25 секунд. Перезаряжение 1 минуту 30 секунд. Заряжание – 15 минут. Боевая масса – 7 тонн. Размеры. Длина – 5750 мм. Ширина – 2350 мм. Высота – 2310 мм. Клиренс – 340 мм. Тип двигателя – карбюраторный газ – 41. Мощность – максимальная – 140 л.с. Удельная мощность – 20 литров в секунду. Запас топлива – 290 литров. Скорость – максимальная – 95 км в час. На плаву – 10 км в час. Запас хода – 750 км. Преодолеваемые препятствия. Подъём – 30 градусов. Крен – 25 градусов. Стенка – 0,4М. Ров – 1,22 м. Бронирование – лоб корпуса миллиметровое. Радиостанция – Р-123 с дальностью связи до 20 км. Оборудование – ТНА-2, ФВУ, средства пожратушения. Боевая машина БТР-РД – робот. База – БТРД. Вооружение – 2,7. 62 мм курсовых пулемета ПКТ. Боекомплект – 2000 патронов. Две переносных пусковых установки 9П1-35М1, одна крепится на машине. Другая используется в выносном варианте. Общий боекомплект – 24 ракеты, 12 ракет 9М113 и 12 ракет 9М111. Боевой расчёт – 6 человек, командир машины, старший оператор, 3 оператора и механик-водитель. Боевая масса – 8 тонн. Размеры – длина – 5885 мм, ширина – 2630 мм, высота – 1650-2000 мм. Клиренс – переменный от 110 до 450 мм. Среднее удельное давление на грунт – 0,5 кг на кубический метр. Тип двигателя – дизель 5D20. Мощность – максимальная – 240 л.с., удельное – 30 литров в секунду. Скорость – максимальная – 60 км в час, по грунту – 35 км в час, на плаву – 9-10 км в час. Запас хода – 500 км. Преодолеваемые препятствия. Подъём – 32 дефис 35 градусов. Крен – 18 градусов, ров – 2 метра, стенка – 0,7 метра. Бронирование противопульное – лопа – 12,7 мм, борт – 7,62 мм ФВУ. ГО – 27. Средства постановки дымзавес ТДА – 4,81 мм ПУ-902В. Оборудование – радиостанция Р-123М. Переносная пусковая установка 9П-135М. Состав – аппаратура управления 9С-451М, аппаратный блок 9С-474 и прибор наведения 9Ш-119М1. 10 крат 6А и механизм пуска 9П-155 на станке 9П-56М. Число ракет на ПУ-1. Углы наведения – ГН – 360 градусов, ВН – 5, плюс 20 градусов. Масса – 22,5 кг. Размеры в боевом положении – длина – 1263 мм, ширина – 770 мм, высота – 700 мм. Расчет – 3 человека. Скорострельность до 3 пусков в минуту. Время перевода в боевое положение – менее 1 минуты. При стрельбе из боевой машины 9П-148 оператор нажимает на пульте на кнопку «Пуск», при этом с блока питания аппаратуры управления машины 9П-148 подается напряжение 12 вольт постоянного тока на электровоспламенители бортового источника питания, второй наземной батареи блока питания и порохового заряда ротора координатора. При стрельбе спусковой установки 9П-135М оператор нажимает на спусковой крючок механизма пуска, расположенного на пусковой установке, при этом в механизме пуска индуктируются импульсы напряжения, которые подаются на электровоспламенители бортового источника питания. Второй наземной батареи блока питания и порохового заряда ротора координатора. Дальнейшие взаимодействия элементов снаряда при пуске и в полёте при стрельбе из боевой машины 9П148 и спусковой установки 9П135М аналогично. Через 0,2 сооткрывается передняя крышка контейнера, а затем срабатывает электровоспламенитель вышибной двигательной установки. Форс пламени поджигает пороховой заряд 9х180 и под давлением газов снаряд выбрасывается из контейнера с дульной скоростью не менее 64 метров в секунду. На расстоянии 10-15 метров от дульного среза контейнера происходит запуск разгономаршевой установки снаряда. Эта установка оснащена однокамерным двухрежимным реактивным твердотопливным двигателем. Двухрежимность достигается за счёт геометрической формы порохового заряда 9х179. После вылета снаряда из контейнера световое излучение. Лампы фары попадают во входной зрачок оптико-механического координатора наземной аппаратуры управления, где преобразуется в электрический сигнал и в виде частотно-модулированного напряжения поступает в аппаратурный блок. Аппаратурный блок автоматически вырабатывает управляющее напряжение по курсу и тангажу, пропорциональное величине линейного отклонения снаряда от линии визирования. В ПТРК в дополнение к полуавтоматической системе управления введён режим ручной коррекции на конечном участке траектории для повышения точности стрельбы в условиях оптических помех. О наличии помех сигнализирует специальный индикатор. Минимальная дальность стрельбы снарядом 9М113 определяется дальностью взведения взрывателя около 75 метров. Ракеты типа «Конкурс» использовались в составе вооружения боевых машин пехоты БМП-1П и БМП-2, при этом боекомплект составлял четыре ракеты. На более лёгких БМД-2 и БМД-3 предусмотрена смешанная комплектация из одного конкурса и двух фаготов. Спасибо за просмотр!